Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! С праздником всех! Как известно, весь авиационный мир России и стран бывшего Советского Союза в ночь с 12 на 18 августа отмечает День Воздушного Флота. С чем вас и поздравляю. Ну, тут целая история, в принципе, есть, может, потом и поговорим. А ну, а вот для начала я же не просто так поставил эту музыку, чтобы не забыть мелодию. Я летчик. Красивый полотно, лопатно, лопатно, и даже сойдёт кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолёт – это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать. За это готов я пол жизни отдать. Я летчик. И черту я небу, я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я летчик. Покойного Нестера во в нём петлю скручёт души, и там вираж, бочка-горка. Я летчик. Пускай перегрузка придает стерплю, но небо родное предать я во вих не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом верыше, и давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Комбез весь потом можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Покойного Нестера во в нём петлю скручёт души, и там вираж, бочка-горка. Я летчик. Пускай перегрузка придает стерплю, но небо родное предать я во вих не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити к лесу так иду я домой, а хочется жить где-то здесь над землёй. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет. Общерга мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролёт, что топливо есть, и поднялся на лёд. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но лётчик обязан, а он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Покойного мистера в огне петлюру скручут души, там виража, бочка-горка, герлёчек. Пусть я это неберуско предалец землю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Спасибо. Вот крайняя неделя какая-то такая была совсем пилотажная. И русские «Витязи» и «Стрижи» летали по большой необъятной. «Витязи» выступали в Улан-Удэ, «Стрижи» полетели на Шагул в Челябинск. Я со «Стрижами» летал, и мы надеялись, что мы вернёмся в Кубинку. Но главком ВВС решил, что всё-таки 12 августа – это нынче действующий день ВВС. И в Липецке проводили фестиваль пилотажных групп. Должен был быть министр обороны, что-то он не прилетел, но главком он был. И вот буквально оттуда. Я думаю, что, наверное, я сегодня в интернете полемизировал с одним товарищем. Он говорит, поздравляю вас с настоящим днём Воздушного флота вот сегодня. Я говорю, ну, есть мнение, допустим, завтра. Почему? Я говорю, потому что был указ Сталина в 1933 году, был объявлен 18 августа, объявлен днём Воздушного флота Рабочко-Крестьянской Красной Армии. И он существовал до 1980 года. То есть, так если сказать, то это самое золотое время советской авиации. То есть, 1934 год — это первые герои Советского Союза в Черевскинской эпопее. Потом бои в Испании, Халкингол, Хасан, Финляндия и Великая Отечественная война. И затем развитие реактивной авиации Советского Союза. И, в конце концов, не даже, а величайшее событие — это первый космонавт в мире Юрий Алексеевич Гагарин, военный лётчик. То есть, 18 августа, ну, тоже не привязан, а имеет большое обоснование. Вот с 1980 года был указ Президиума Верховного Совета о том, что третье воскресенье августа, то бишь, вот сегодня — это День Воздушного флота. И в 1997 году признапамятный Борис Николаевич Ельцин с подачей, видно, каких-то лиц, ну, тоже сведущих в вопросе. 12 августа 1912 года был подписан указ царя о формировании воздухоплавательной части в составе Генерального штаба, что является днём основания Военно-Воздушных сил России. И вот я сегодня в интернете и говорил, что, наверное, лет через 10-20 мы привыкнем уже, что 12 августа. Хотя вот именно вот этот промежуток, как я уже сказал, в ночь с 12 на 18 августа, он вариаторам нравится. Ну, учитывая то, что вот прошлая неделя была вся пилотажная песня. Нас сравнивают птицами пустое, нам просто жить без неба не во вкусу. Мы на земле на временном пастое, а птиц мы любим только не по курсу. Мы выпали из любых наставлений, и, может, улыбнёмся их из тая. В тяге пилотажных представлений мы вместе, словно маленькая стая, И верим, что вернёмся, улетая. Вращая небомы в строю застык, нам разрешают делать всё по краю. Срыв потока, это лишь потока срыв, нам не сорваться, главное легкое. Мы гвардии летающие строя. Каскад фигур и перегрузки душат. И, в общем, тяжело, но несмертельно. Зато приятный женский голос в уши Настойчиво твердит, что всё предельно. Пусть даже смог, но мы ждём с ним встречи. Ведь мне ведь и по-честному не врут. Здесь крылья, как друзей надёжных плечи, А в двух руках две ручки русский рук, И двигатель голос не сорвёт. Вращая небомы в строю застык, Нам разрешают делать всё по краю. Срыв потока, это лишь потока срыв, Нам не сорваться, главное легкое. Мы гвардии летающие строя. Нас в разных странах ждут аэротроны, На полную везде работать будем. И после, как всегда, вернёмся к тому, А тех, кто не вернулся, не забудем. Квартийский полк навеки наша память, Иван Никитичка жду, он с нами вечно. Дай Бог успеет нам не без след оставить, Ведь летный век до пули скротечен. И распуском мы крикнем вам до встречи! Та-да-да-да-да-да! Прощай, мимо вы, в строю застыв Нам разрешат делать всё по краю А срыв потока, это лишь поток и срыв Нам не сорваться, главное летая Мы гвардии летающая стая Гвардийская летающая стая Традициям не изменяю, третья песня как третий тост Я разные вещи пою на концертах Именно вот на третью песню Хотя, наверное, чаще именно ту песню, которую сейчас спою По-другому быть не может Потому что вчера в 13.06 Случилось ровно пять лет, как Игорь Валентинович Ткаченко ушёл в последний полёт Мы вчера собирались на кладбище Было очень много речей, таких искренних, проникновенных И вот как-то символично получилось, что батюшка, когда заканчивал свою, не знаю, пробоведь или речь И в это время пара 125-х, ну, с авиабазы Приморская Ахтаск Прошли, то есть, ну, ребята, естественно, не слышали, что там на земле происходит Они взлетели там, вышли по кругу И именно тогда, когда это было нужно То есть, всё там видит И Игорь наблюдает за своими лётчиками И все остальные лётчики Кто ушёл в последний полёт И кому посвящается эта песня Третья песня Ну вот и всё На новом месте службы Разбор полётов с главным путь страхов И хоть я жил порой не так, как нужно Вправил сюжет нашим Но суров А здесь главный исключительно суров А встретился отчёт на все пять баллов Кто был не на полётах, прибежал И даже сам Валерий Павлович Чкалов При встрече крепко руку мне пожал Обнял и крепко руку мне пожал Но главное, я снова здесь улетаю Не ясно, как отсутствует металл Хоть крыльев за спиной не наблюдаю Летаю, сколько в жизни не летал Летаю, как при жизни не летал Здесь поздно в полёте бывать осторожны На все виды допуски тоже нас ложны И мы стали здесь все не настолько безубожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить стакан на тот гранёный Что за клевушком чёртвом Уфу это со мною стоит Мы живы, хоть оплаканы родными Нас радует здесь небо холодок Не рай, не ад, а где-то между ними Невидимый военный городок Заложный военный городок На рай мы по сослугам не проходим А в ад нам и самим да не резон Забор, казарма, КПП нам ходит У нас отдельный лётный карнизон Для лётчиков отдельный карнизон И главная одна на всех задача Летать с шабыми здесь по небесам Стараться уберечь, ворничь Иначе всем плохо, коль они приходят к нам Ой, плохо, как они приходят к нам Здесь поздно в полёте Бывать осторожны на все виды допуски Даже на сложной мы устали Здесь все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без гранит Нам открыты любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить Стакан на тот гранёный Что с хлебушком черствым У фото со мною стрель Вне возраста Все лётчики в полёте Ровны все И летёха и плавком Здесь Нестер с Гагарином в почёте И Уточкиным За детским юморком А Вася Сталин Но удар особняком Шумит нам Происправность Всем отчасти Припадем он За это под расстрел Наверное, грузина Здесь вправ отчасти На днях Вон целый борт Опять сгорел И новый экипаж Там прилетел Теперь сам Я здесь таких встречаю На входе В гарнисонном КПП Я здесь за подготовку Отвечаю В соответствии с небесным КПП Здесь форус другой Небесный КПП Здесь поздно в полёте Бывать осторожны На все виды допуски Даже на сложные Мы сами здесь все Не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Легать Без границ нам открыты Дубые районы И небо сюрпризов Для нас Здесь уже не дают Но как же мне хочется Выпить стакан Тот гранёный рич Что с хлебушком черствым У фото Со мною стоит А как же мне хочется Выпить Стакан Тот гранёный Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Нам уже можно Теперь уже можно Нам уже можно Ну вот опять же вчера говорили Когда на этом сборе, мероприятии Дело По-другому, наверное, быть не могло И в том числе Потому что им занимался Игорь Валентинович Скаченко Выступал Владимир Павлович Басов Это первый ведущий Пилотажной группы Стрижили Я еще старшим лейтенантом С ним познакомился В Лиде Когда служил там Прилетали к нам на 50-летие Первые штурмовые авиадивизии Тогда она была бомбардировочной Вот он вчера говорил Что нам было проще Первым Потому что летали на новой технике Абсолютно новой Единственная проблема была Это были первые визиты за рубеж И вот это было сложно Из-за железного занавеса Только так начинающего давать трещины А Ткаченко была тяжелее всех Потому что Вот эти беспредельные середины 2000-х годов Когда техника Ну по ресурсу Она превратилась просто Уже так И с позволения сказать Почти вруклить Это были Разновесовые самолеты И так далее Но тем не менее Вот Игорь смог это все сохранить И дело его продолжается Вот командир пилотажной группы Русские ведители Сергей Щеглов Продолжает это дело Этим только гордиться можно Я недавно интервью давал Именно на эту тему Сказал, что это Это знамя России Следующая песня Новая песня Премьера состоялась Относительно недавно В Перми Потому что Именно там базируются Эти самолеты Это Ну что-то Песня до сих пор Толком без названия Но это что-то Нечто военно-воздушное Лирики В приложении К самолету МиГ-31 Очень большой такой Истребитель Единственный Из истребителей Который Классифицируется Как корабль И летчик Сидящий В первой Кабине Впереди Он командир Корабля И там Незвенья Четыре самолета Это не звено Это отряд Вот То есть Вот такая Серьезная машина Аналога Которой в мире нет И В общем-то После ее появления Американцы Со своим Недосягаемым СР-71 Его сняли С вооружения Две летных смены На сегодня в плане И на стоянке Ждут нас корабли Заря разлилась Алой краской В пятом океане Со штурманом Отчебным От земли Рев двух сердец Двух пламенных Макваров Нас граждане Загрохот Ублекнут Но кто-то в небе Нас проводит Возвещенным ссором Отряд уходит С громом На маршрут Другом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все Четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Умничной страны Под крыльями Поплескивают реки И небо по маршруту Как проспект Там на земле Нас ждать Остарались Внутри Чирки И значит На чирку Бои Там плет Ракеты Мирно Дремлют На пионах И верят Что не будут С ветерком Отчаянно Носиться На различных Эшелонах В погоне За каким-нибудь Врагом Врагом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все Четыре Страны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Умничной страны По облакам Корабль Как по овнам Хоть сорок тонн А словно На легке И если что Мы можем При желании На полном Увидеть звезды Днем На потолке Ну а пока Увидеть бы Илюшу Простой океана Голубом Кораблик наш Воздушный Он ведь Тоже хочет кушать Он пьет А наши нервы Узел Вон Кругом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все Четыре Страны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Бумничной страны Как в гавань Кораблик Идет Снижаясь Отряд Вернулся Самолет И пряч И пусть нельзя Мы курим На стоянке Упасть Пока машины Техники Чехлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет Звенящей Тишины Дай бог Нам уходить В полет По плановой Таблице Когда по Плану Значит Без войны Другом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все Четыре Страны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Великой И родной Страны И Спасибо Ну вот Я смотрю Как народ уже перестал пребывать Потому что Некоторые задерживались По уважительным причинам Я знаю даже кто. То есть можно сказать, что экипаж в сборе. Кстати, вчера выступал в Театре Российской армии на большом-большом концерте в честь Дня ВВС. Одновременно он был посвящен 100-летию маршала Кутахова. Я сказал, что авиация — это в вооруженных силах в армии самый крепкий коллектив, если хотите, корпоратив. Ну, по большому счету, такой дружный экипаж. Вот опять добро на взлет. Небо снова нас зовет И бетонку с Богом отпустит. Набираем эшелон. Не плевать нам на циклон. Вновь поет в моторах свой мотив. Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах. Все дожди оставив под собой. На работе мы опять И труде в геопорде 0,5 Четко держит главный путь домой. Сегодня легче нам лететь. Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный петел засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, И все нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мыли раж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас в семье ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, 5,7 Мы пока крепкий чай в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, Что покрепче все потом, На земле по сотке мы нальем. Командир на руку скор, Нам плевала на коридор, До ворот прокладка садовой. Пусть земля за брусы шлет, Борт родит всех отошьет, Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам ходить, Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурм, А нам другой маршрут, Наш главный курс туда, где дом. И среди терпения мы живем, Когда над городом заложен мы наш. И пусть в дожде опять идут, Нам на земле нас в семье ждут, Там еще сами как семья мы экипаж. И покраска пилот удлиняет наш налет, Командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, Мы уже не на войне, Пусть приходится летать, Пусть приходится летать, Где места куда послать, И даже по майне не пошлют. Нам уже не привыкать, В эпизоловку играть, Знал бы прикол, Знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, Чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурм, А нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом. И среди терпения мы живем, Когда над городом заложим, Мы мираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас и все мир ждут. Хоть мы и сами, как семья, Мы экипаж. Да мы же сами, как семья, Мы экипаж. Экипаж. Совершенно неожиданно для себя пел Вчера эту песню на концерте. Тут, как всегда, у меня целая история. В Липецке, 12-го, Главком лично попросил Поучаствовать в этом концерте. Ну, не откажешь же Главком. Ну, хорошо. Я уехал в Минск, На следующий день мне звонит режиссер Он говорит, Вы скажите, какую песню вы там будете петь? Ну, я понимаю, что концерт сборный. Я говорю, ну, я буду петь две песни. Ну, нет-нет-нет, Песня только одна, У нас большой концерт, Много участников. Я говорю, да вы знаете, Главком заставит, наверное, Кого-то это сделать. Он, ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Я говорю, ну, я летчик, Грачи прилетели. Ну, понятно, одна поизвестнее, Другая, потому что Главком летал на Су-25. Ну, хорошо-хорошо, наверное, да. Приезжаю. Вчера туда прихожу, Говорю, а где этот полётный лист? Когда я выступаю? Говорю, вот, смотри, Значит, написано, я летчик, Горт-05, Грачи прилетели. Я говорю, Горт-05 откуда взялся? Главком сказал. Ну, по этому поводу там еще Я потом расскажу. Хотя, кстати, Режиссер мне такое говорит уже за кулисами. Ну, концерт идёт, вернее, начинается. Он говорит, Вы не будете расстраиваться, что вы после Ларисы Долиной поёте? Я говорю, ну, неравные, конечно, весовые категории. Да-да, ну, уж ничего. Я говорю, конечно, ничего. Ну, я больше популярен, чем она. В авиации. Да? Ну, так, скромно. Ладно. Помню на одном из концертов здесь Вот, пою-пою, и вдруг из зала раздаётся такой встревоженный голос. Николай Викторович, вертолётчики волнуются. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землёй. Не дожил, быть бы живу, столько лет на всех режимах в небе мы живём одной семьёй. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной пишем, то ли сказку, то ли пыль. Вместе с ним по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней вращались, честно говоря возвращались, а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машину и за миле, мы на ней, как палка на метле. Мы на ней, как змеи Горыныч, тоже можем землю выжечь Или, как ковер на вертолет Только чаще в этой сказке, как усталая софразка Из последних сил, но все их спасет Дерпеливо лямбот тянет, и молотит лопастями Днем и ночью в бурю или штиль Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах Не для них теперь ее родней И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней Возят даже президентов и на разных континентах В небе, словно рыбка в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранца Знаются то, что выручат везде Над полями и лесами, ледяными полюсами Кружат, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль Спасибо Это вот, да простите меня, головку Просто мне же вспоминаются вот эти требования Спеть определенные песни Когда Виктор Николаевич Бондарев Только был назначен на должном главнокомандующего ВВС Это было незадолго до празднования столетия военно-воздушных сил И, опять же, звонит его порученица Главком очень попросил Вот будет сниматься программа «Поле чудес» У Якубовича там будет именно посвящена этому делу Вот там спеть Мне очень не складывалось Но новому главкому тем более не откажешь И я, в общем, туда приехал А, предварительно мне звонит продюсер Говорит, да-да, вот, ну, вот Мы ждем вас Я говорю, мне не хочется Он говорит, вам не хочется «Поле чудес» Он говорит, нет, не хочется Я говорю, я там работаю недалеко от вас на этом же этаже Говорит, ну, ладно, но песню надо спеть Я говорю, какие требования? Он говорит, песня должна быть до трех минут веселенькая Я говорю, понял, до свидания, спасибо Это не про меня Ну, как, значит Ну, в итоге мы договариваемся Я ему посылаю несколько клипов Там, вон, все хорошо, классно Ну, определяемся, игроки прилетели Приезжаю на съемки Приезжают там главкомы Там, как клуб главкомов Зелин Ну, бывший там Корнуков, Царство Небесное, недавно умер Михайлов, Лейнекин Ну, и мы там репетируем Приезжает Бондарев К этому продюсеру, значит Так Значит, вот он споет две песни Я на телевидении работаю Я знаю, что это про формат И что там все очень ограничено Он, нет, нет, мы уже поговорили Он споет одну песню Как одно Он должен спеть Грачей и летчика И я стою Ну, елки-палки Ну, сейчас Ну, я вижу Он, вот, шашку Начинали доставать И я такой Виктор Николаевич Он, помолчи Ну, в общем, к счастью, все равно Я одну песню спел Но у того куплет один обрезали крайний Ну, следующая песня Ну, в принципе, я так понимаю Здесь все знают Это когда Видите, взлетали По хрен Для меня это очень дорогая песня Равно как и то событие Которое тогда случилось Когда спустя 4 года Полного невыезда за рубеж Когда был у нас Человек, которого даже министром сложно назвать Как-то его больше связывали Ну, с этим антуражем К сожалению, амнистирован По непонятной причине Дама там одна сидит дома Картины рисует, песни, пишет стихи Позирует журналом глянцевым Но все это очень больно ударяло Вообще вооруженным силам в целом И в частности по пилотажным группам И вот тогда Это невероятное событие Когда ребята полетели В бакре Пока они летели Я уже написал песню Когда они вернулись Для Алексея сказал Ты как с нами взлетал Для меня это было очень Как сказать Очень серьезно и почетно Летим в заморскую страну Что далеко в чужих широтах Мы на военных самолетах Наш маршрут всем не на войну Летим в нерусскую страну Как по линейке в небесах Мы чертим след инверсионный Меняя снизу страны, зоны И часовые пояса И часовые пояса Мы на работе В небесах Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Позаниматься летным делом Предельные решимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом А на земле Ховно все за пределом Летим туда, где чтут Кэрн Там авиация о воре И кто главнейш У них не спорят Мы им открутим пилотаж Сорвем восторг Аплодисменты Ведь помнят страны Континенты Все знают в небе Почерк наш Наш Решинг-рэзи Пилотаж Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Позаниматься летным делом Предельные решимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом А на земле Давно все Все за пределом Дай Бог нам снова над Москвой Пройти и дать салют победы На нас с небес Посмотрят деды И вспомнят свой последний бой Пацаны с настоящей Москвой И дай Господь Исперечь орля Чтоб не пришлось С нуля С начала Исперечь орла Ведь кашеток Покрышкин Чкалов На помощь нам не прилетят Но там Они не простят Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Позаниматься летным делом Предельные решимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Давно все за пределом Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Позаниматься летным делом Предельные решимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Давно все за пределом Как жара, что на земле Все за пределом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как там мне сказали однажды Такая классическая у тебя получилась бордовская песня. Кстати, позавчера на одном из минских телеканалов давал интервью, как раз завтра будет в утренней программе, в честь Дня Воздушного Флота. И редактор говорит, а как вас там представить? Смотрите, наверное, скажем, автор и исполнитель собственных песен. Ну, нормально, автор собственных песен. Вам не кажется это несколько... А, ну да, наверное, просто автор и исполнитель. У меня уже был случай, не помню, рассказывал или нет, когда уже так давно было, лет 15 назад, друг у меня есть Юрий Бельский, пишет песни замечательные в Минске. Такой в прошлом десантник воевал в Афганистане с 3-й дивизией. И нас вот приглашают на встречу воинов-алганцев с детьми в музей Великой Отечественной войны в Минске. Там ветераны пришли. Ну и детки такие, лет 14-16, там такого подозрительного вида, ощущение, что они курят в руках там. Ну, сидят, посматривают потолок. А методист музея, такая женщина очень волнительная. Дети. Сегодня перед вами выступят ветераны Афганистана. Они расскажут о своём боевом прошлом. А ещё дети перед вами выступят барды. Барды-дети — это такие специальные люди, которые сами пишут песни и потом их поют. Мне так сложно было после этого петь, потому что, грубо скажу, я ржал. С тех пор я, как в встречу Бельского, здоровый специальный человек. Ну вот, одна же жизнь, всякое бывает. Значит, наверное, мы специальные люди, как он любит. Ураном борт прижал к земле. Неделю снежная стена, и полноса заметена, а мы мечтаем о тепле. И лётный домик, и котель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель. Здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в комбезах и унтрах. Неделю вынуждены спать. Здесь остаётся только ждать в буране малого окна. Не добралась я сюда весна. Да здесь лет нам лишь плюс пять. От тепла мне куда упасть. В седьмые сутки преферанс. И у меня на мизер шанс. Две малки фри купит в масть. Погода нечем крыть. Когда б с погодой так везло. Как нынче в картах мне везёт. Но за окном опять метёт. И в юга воет как назло. К большой земле прямой маршрут. Наш штурман десять раз нанёс. Метеорологи всерьёз нам обещаниями врут. Мы бережём сухой паёк. И как бы нам инсайди вскрыть. И в масть погода нечем крыть. И бесконечно дом далёк. А ждать всегда нелёгкий крест. И открывает экипаж. Воспоминания всех багаж. А может скрасит наш арест. Мы под арестом упорки. И загрустил борт инженера. И едва под молодой жене. Да и другим здесь не с руки. И спирта в кружки всем нальёт. Под третий тост всегда борт тех. И выпьем молча мы за тех. Кого не крайним был полёт. Урана город приезжёт к земле. Не делай снежная стена. И полоса забитя на пол. А мы мечтаем о тепле. Урана город приезжает. Урана город приезжает к земле. Урана город приезжает. Тоже вспоминается, мы буквально через пару нитей, ну да, где-то так, поедем на гидроавиасалон в Геленджике, раз в два года проходит этот интересный салон гидроавиации, ну кроме гидроавиации, там все время пилотажные группы. Чаще всего это были русские витязи со стрижами, в этом году, к сожалению, витязи не летят, они в плане были на Швейцарию, ну как известно, из крайних событий, не пускают их туда, ну пусть и жили швейцарцы. В Геленджик летят с околы России Липецк, стрижи Кубенко, и впервые там будет вертолётная пилотажная группа, Берба, то есть Ташка, я чего Геленджик-то вспомнил, просто вот эта песня предыдущая, на одном из салонов, ну даже, наверное, не на крайнем, а позапрошлом, идут там по командно-диспетчерскому пункту по вышке, подходит женщина, говорит, а подпишите, пожалуйста, этот диск, ну даёт мне диск, мы же вот метеорологи, про нас песня у вас, какая песня по метеорологу? Ну вот, там же слова такие, метеорологи в серьёзном обещании врут, это про нас. Каждый находит что-то. Я ещё сегодня про докторов песню спою, хотя я не подозревал, что она про них. Я должен был сегодня на концерт прийти один мой близкий-близкий друг, у которого вот следующую песню, я у него её дома, ну если не писал, то, по крайней мере, дописал, в прошлом командир 55-го отдельного вертолётного полка, Дима Сергеев, Дмитрий Владимирович Сергеев, он очень боевой вертолётчик с кучей орденов, сейчас директор авиакомпании одной такой серьёзной. Ласточки летают над землёй, низко, значит, снова не погода, на утюжен небо здесь полгода, значит, полтора, и я живой. Натрия умножается войной, вот и с нами видно всё на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Краей или последний этот раз Бог решит, мы верим, он за нас, и, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подпадила, кто-то называет крокодилом, птичку, про которую пою, ласточку, пить низкую мою. Подтвердят нам трассер расчёт, не ошибся лётчик-оператор, кричён, как в фильме «Терминатор». Всё, что снизу убирает в лёд, наш предантерм, не наш, и наш лёд. Скажет, кто не страшно, мол, враньё. Нас спугают снизу пулей дурой, Отвечая всей номенклатурой, Птичка разметает вороньё, А мы втроём под непомонью. Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты мне погубила, А позвал же кто-то крокодилом, Ту, что вместе с нами на краю Ласточку беднистую мою. За спиной молотит пулемёт, Бортовой наш парень не из робких, Обложился лентами в коробках, Пулемётный сам себе расчёт, Бортовому общий наш зачёт. Надпись, что опасно у хвоста, Даже дуракам её смысл ясен, Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал, К чёрту живописные места, Всей гордо, что вместе с ней в строю, Красотой меня с ума схватило, Что за дурень кличет крокодилом, Ту, что вручает нас в бою, Ласточку беднистую мою. Словно сто разбеневанных богов, Всю на нас обрушили свирепость, В небе, словно маленькая крепость, Мы ведём огонь из всех стволов, Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы её отвернём, Не проходят с ней такие шветочки, Бережно держу её за ручки, Словно в танце кружим мы вдвоём. Мы танцуем танго под огнём, С той, которой песенку пою, Скажи, что нас от смерти уводила, Я убью того, кто крокодила Обзовёт любимую мою. Ту, что вручала нас вдвоём, Ту, что вместе с нами на краю, Ласточку беднистую мою. Спасибо. Я уже говорил, что прошлую неделю Я работал со стрижами, Работали они, конечно, Я работал там, снизу, Но это уже работа. В принципе, она интересная, Не совсем простая, Особенно для голоса. Три дня занимался в госпитале процедурами, Чтобы это всё восстановить После этих всех дел. Это как-то в Перми, На крыльях Парма, Есть такой фестиваль замечательный, В этом году он проводился шестой раз. Со мной там разговаривали на радио. Радио Шансон, Пермское отделение. Говорит, а вот вы комментируете, На что это похоже? Я говорю, я не знаю на что. А вы можете сейчас сказать в эфире Что-нибудь, Фрагмент какой-нибудь из комментариев? Ну и я там, Сделал грозный голос, Там как самолёт заходит на колокол, И она там, Право лётчиком образно говорит. То есть это всё там тар-тар-там. На что ведущая программа, А, ну, говорит, мне понятно. Это, говорит, примерно как футбол комментировать. И, кстати, да, где-то что-то в этом есть. Да, про стрижей. Тоже раз в песне. Совершенно неожиданно для меня случилась история Именно там, в Челябинске, На том показе, где я был. Потом расскажу. Мы в классе предполётной, словно в школе. За партами сидит, идёт урок, У штурмана в руках скрипит мелок, И, слава Богу, мы не на приколе. Стрижан ещё не вышел в недосрок, Мы в небе нам ещё не вышел в срок, Рисуем в облаках и пишем строки. Мы в небе, как набор карандашей, Крутила жизнь нам столько виражей. А мы, как в школе, сделали уроки, И главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Вот КБП лежит, как тот учебник, Что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь, А лётчик, как известно, не волшебник, Он только и умеет что летать, А если что, и жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают, Средь хорматов, балконов, миражей. Вот жаль, не покидая рубежей, И штурманы охарды вспоминают Уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Есть у неба математика полёта, И русский, почти много этажей. Эфир не соблюдает падежей, Чертить фигуры – сложная работа. Всё это геометрия стрижей. Такая геометрия стрижей. Мы в классе предполётной, словно в школе. За портами сидим и делаем врок, У штурманы в руках скрипит мелок. И, слава богу, мы не на приколе, Стрижа ещё не вышел в небе срок. Мы в небе, нам ещё не вышел срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Ну и вот сидим в Челябинске как-то вечерком, Я пою песенки, в том числе и эту. Серёжа Осякин – ведущий пилотажной группы стрижей. Мы тут перед концертом буквально Сергею Чугову Звонили и поздравляли. Сейчас у них показ в Чебоксарах был сегодня, На день города, в Чувашии. Ну и вот Серёжа такой, «Да, песня, конечно, классная, Ну ты, конечно, если ты знал, что ты сделал…» Я говорю, а в чём? «Да нас, Витязи, достали этими карандашами!» Это в своё время также оговорка по Фрейду или по кому. Когда-то в 2007 году мы были на юбилее 6-й воздушной армии в Пушкине, Видите, под Питером. И, к сожалению, покойный тогда ещё живой генеральный директор, или как это называется ложность, Царско-сельского музея, академик, вылетел из головы фамилия, он такой, помню, на тапуреточку стал, как ребёнок говорит, «Здесь царское село, и я здесь царь, поэтому я тут царём у Витязи и у чужей». И все, «А, я неправильно сказал?» «Все правильно-правильно!» Ну это всё по-доброму, конечно. Ладно, перейдём немножко к самолётам, у которых более крупные экипажи. Маршруты пишем в небо над землёй, Посадки словно знаки претенаний, Устойля от внеплановых заданий, Здоровый сон несбыточной мечтой, И кто бы нам скомандовал отбой. Домой не успеваем, позвоню, Жене скажу, что снова улетаем, А север никогда назад не знаем, А сон на юг с ребятами махнут, У нас сегодня чарта на войну. Солдатики поднимутся на борт, И из земли отправятся в весну, Нас сегодня рот и ждёт аэропорт, У нас сегодня чартер на войну. И ротой колеса, да и словно камнем вниз, Коллеги за бугром так не умеют, Пальчишки вмиг притихнут, побелеют, Нормально, лишь бы кто-то не раскис, У нас исоход всегда здесь, как на лис. Их уведут, а привезут других, В обратный путь мы снова санитарим, А с доктором кому-то шанс подарим. Дай Бог, чтоб этот путь не стал для них, Дорогой намерений пологиха. Солдатиков на борт к нам занесут, Для них теперь так много на кону, Кому-то несут борт и не спасут, Будь пробный чартер на бою. Луна, таблетка, имблист и ребесит, Идем ночной колесатой к дому вместе, И привода огней, как будто крестик, Который нас и спасет, и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, Что тем не скажет, где вас буря носит, И что за пятна на камбезе. Спросит, пусть Бог простит, Но я собру ее вновь, Скажу, что это кофе, а не кровь. Я убью ее вновь, И поэтому я собру ее вновь Спасибо! Спасибо. 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 Командир на борт вернется, весь тепловой принесет, а жилюша выгнется нижним блистером. Блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. И на слюд уходит в высе ядр тяга, турбин, грохочущий квартет в бою. Летит Илюша рпотяга, рпотяга, наш транспорт тяга, дорого по небу столько лет. Летит Илюшенко Спасибо. Я рассказывал историю о том, что у нас там в Беларуси один командир говорил, что у нас не будет штурмана, и рассказывал про того заслуженного штурмана России, который первым делом сел в кабину, снял ботинки, отдел тапочки и закурил. Я думал, это единичный случай, но вот сейчас, когда со старяжами летали на Шагол, я сидел в штурманской кабине. Молодой парень, не буду называть фамилию, мы с ним такой говорливый, таганрогский экипаж. Ну, ему где-то там лет 30. И курит во все. Я говорю, ничего. Он говорит, а командир разрешает. Я говорю, ну если летают другие, бывает не разрешает. Он же, в принципе, как бы продувает снизу и вверх. Наш разрешает, и он одно за одной. А мне, я там после нескольких дорог, я такой очень усталый, мне как-то не важно. Видно, у меня это на лице было написано. Тут раздалось такое потрясающее предложение, которое до меня дошло там спустя. Некоторые мне говорят, вам тяжело, наверное. Я говорю, ну так, что-то так, ранний подъем, поздний отбой. Он говорит, хотите кислородика вам дам подышать? Я смотрю, он курит, но открытая кислородика. Я говорю, нет, спасибо, дорогой. Он такой ласковый. Ну, еще про большие самолеты. В этом году просто в туалете дальняя авиация в декабре отмечается. Опа. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет. На исполнительном молитва, все в апокарте. И ты все восемь на упор, разбей, а трейд, вираж набора. Все проблемы поставят, да, остаться. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурмам на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш порт, сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где там на русских штабах шифровки строчат по пыхах, летят по Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и народа и сплошь засветки. От фюзеляжа револьвером производства СССР Сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супа стадов. Они ведь тоже напролом, и чуть не в блистерном крылом. Такие курсы, как правило, из штатов. Но не изумеет курс оборк, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым леди. И где там на русских штабах тревогу бьют, И все в веках пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как сеностоп. Нам отыскать днем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, а лионосец на волнах. А не найдем, да все зоно не пристолкло. И крик, я вижу командир, вдруг разорет и мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там черты гнется, адмирал, разнос встроит и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут обои, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь поток сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность нам повысит общий донус. Наш самолет будет уста, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Ухо и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, Мы обязательно смогли, ведь мы умеем. Экипажем просто смог, и пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, Что нас совсем не клонит сон, не смеет сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в разволочку медведи. Домой любимые медведи. Медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Так были там угрозы из интернета, Мы внимательно смотрим, если не споешь, получше. У тебя песня не такая, невеселая. Завтра, вот выступая на московском вертолётном заводе имени Миля, Пригласили летчики-испытателей. Они вот, как я уже говорил, 18 августа, Ну там все такие ребята уже матёрые, Которые всю свою летную жизнь день Воздушного флота отмечали именно 18 августа. Хотя главный для них праздник – это день армейской авиации. Я вернулся. Весь набитый до отказа, Я принёс их всех на базу всех и сразу. Хоть мне трудно, но в высотах Взял я всех живых трёхсотых, Три двухсотых. Я их принял под завязку В окровавленных повязках. Дальше сказка, Что движок не захлебнулся, Что я чудом увернулся, Я вернулся. Знай, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверно, это моя осень. Я участвую в парадах, Что мне думать о наградах, На пределы моих взносах. Я – Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовал мне волен, А нахватала я пуля довольна, Как больно. Справа блистер меня разбили, Провока хоть не убили, Зацепили. Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко, Мы в рубашках. С ним, наверное, родились, Потому что не разъебились, Возвратились. Знай, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверно, это моя осень. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут, Я ведь старый разносик. Я – Ми-8. Я вернулся. А в свободнем наследили, Пятна бурые застыли, Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, Капитан ко мне вернулся, Затянулся. К борту мне ладонь прижала, И ладонь его дрожала, Так устала. Говорил, что все в порядке, Гладил мне рукой заплакал. И заплакал. Вот судьба моя какая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверно, это моя осень. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота. Пусть по войнам меня носят, Я – Ми-8. Я – Ми-8. Спасибо. Я вот себе так запланировал, Я иногда, ну не иногда, Достаточно нередко, Пью… Пою. Говорок однако. Пою песни своих близких друзей На концерте, Потому что там одна-две песни быть. Я позволю себе сейчас одну такую песенку спеть Моего близкого-близкого друга, С которым мы здесь неоднократно выступаем, Вадима Захарова, Чего тут пришла новая, Если бы не собьюсь-то. Как-то редко это бывает. Я по-своему некоторые вещи не делаю. Нас сегодня поболтало, Потрепало, помотало, Так что рвало-вырывало, Что в руках не удержать, Мы изрядно попотели, Покрутили-повертели, А доехали и сели, Слава Богу, так сказать. А когда ночи сверкает, Самолет в ночи сверкает, Бросает, Каждый сразу понимает, Как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, Как могли и как умели, Да мы же сами жить хотели, Если честно говорить. Полет окончен, Заторможенный шасси и самолет, Усталый кармина опускают, А на перроне Тёплый дождик моросил, И у стоянки Нас автобус поджидают. Мы проходим между кресел, Всё в порядке без эксцессов, И на лицах побелевших Вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, Что остались нынче живы, И нас за то, что не улыбят, От души благодарят. Наш рейт закончен, Командир и экипаж Желают вам всего хорошего, До встречи. А на перроне Нас встречает летний вечер, Не создавайте У дверей ажиотаж Наш рейт закончен. Командир и экипаж Желают вам всего хорошего, До встречи. А на перроне Нас встречает летний вечер, Не создавайте У дверей ажиотаж Не создавайте У дверей ажиотаж Спасибо. Мы пришли идти вперёд. Ещё одна письма. Буквально На часы смотрю, Здесь просто тату видно. Шестая годовщина была Войны три восьмёрки, Которая случилась Восьмого 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 Там, на Кавказе Когда Грузия напала На Южную Осетию Некоторые почему-то С этим спорят Особенно сейчас Украинские события Думаешь, пропаганда работает Ну ладно Ну и песня такая Которая Которая Приписывает мне В том, что Я её написал на те события Я уже сам в это поверил Хотя Суть была в том, что Никогда не надо сдаваться Восьмого Восьмого Компании Рыбахнет В воздухе Войною Значит, Мира не до мира Миру явно Не до мира Ночи Видимо до ночи Тем тяжело мне маячить Я не ночь Но я заточен Под военные задачи В Вольверхе Большие лица Не нашли Для мира Поводы Не смогли Договориться Значит Я последний Довар Я теперь Последний Довар Ты со мною На ровне Эти двое Что во мне Время, чем На всех Часах Только В стрелках Не решить Сколько Нам летать И жить Наши судьбы На лесах Где по небесах? На троим Адреналина Добавляем Неизъестность На жиле Керосина Я призываю Я призываю Ясность Где-то рядом Неприятель Мне сейчас Не каприза Включаем главный Выключатель Мы всех выключим Кто снизу Выключаем тех Кто снизу Кашель Кашель Шар Температура И отчаянно Втроем Через небо На пролом Как на рваных парусах Мы это вверх То снова вниз На кону всего лишь Жизнь Наши судьбы На лесах Где по небесах? Живой папа не улыбит Хоть помню глупили точно И орёт у тетя Рита Чтоб набор вышли срочно Эти двое как иномия Велигации на задержки Но плечом к плечу в копите Держат ручку А не держки Не хватаются Задержки Как и чуя в эскадриле Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловинность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочёмся Но в кабине этих двое Верят в то, что мы вернёмся Обязательно Вернёмся Мы вернёмся 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 На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Что бы ни было Держись И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на лесах Где-то в небесах где-то в небесах Где-то в небесах Перерыв Перерыв